Привет, друзья, на связи Антиквар, продолжаем проходить хроники героев, играем в компанию преисподнюю и прямо по курсу у нас вторая миссия из этой компании, которая называется Лодочник. Найдите сферу запрещения и отдайте ее лодочнику в качестве оплаты за проход. Не потеряйте Тарнома. Все герои ограничены 12 уровнем, но Тарном и два его лучших капитана будут перенесены в следующий сценарий вместе со всеми их заклятиями и навыками. Все понятно, сложность максимальная, выбирая между единичкой атаки и защитой, я практически всегда беру атаку. Любопытные нюансы, которые мне и в комментариях писали, и сейчас хочу обратить ваше внимание. У нас здесь есть союзник, то есть у нас три врага и один союзник. Писали, что толку от этого союзника немного, один вред, да? Ну посмотрим на самом деле, что там будет, что и как. Будем разбираться по ходу дела. Поехали! Выдать себя за рыцаря оказалось делом значительно более простым, чем представлялась Тарнома поначалу. Во время поисков места встречи с неуловимым лодочником реки Смерти, способным провести его в глубины преисподней, Тарном узнал, что обычаи, традиции и образ жизни рыцарей Эрафии уходят корнями в культуру древних варваров. Можно целую вечность пробродить по полям преисподней и никогда не найти врата к следующему уровню. Один только перевозчик знает путь туда. По слухам он назначает цену для перехода в каждый следующий уровень. И сегодня это цена сфера запрещения. Мощный магический артефакт, который в недавнем времени был у него украден. Кажется, у меня нету нового выбора, кроме как вступить в сделку с этим созданием. Сфера запрещения. Те люди, которые начали играть в героев недавно, могут уже и не помнить, что такое красный шар. Что это за чудесная и замечательная штука, да? Ладно, нам его здесь нужно найти. Вот он, кстати, наш союзник. Давайте осмотримся, куда нас занесло. Сарфакс фиолетовый. Инфермо, что характерно, да, каким-то образом стал нашим союзником. Красная палатка за стражем прохода. Как мы знаем, в компаниях просто так красные палатки не выставляются. Что тут еще? Два гарнизона, да, под контролем фиолетового. Ладно. И у нас есть замок. Интересно, что он делает на этом уровне преисподней. Очень мне любопытно. Ну да ладно, что-то делает. Смотрим, что он из себя представляет. Тысячи денег, только пикейщики отстроены. Первый уровень гильдии магии. Замечательно. А что мы можем строить? Можем строить все, кроме кавалеристов и ангелов, соответственно. Но я бы очень удивился, если бы в аду можно было строить ангелов. Хотя, видимо, в следующих сценариях до этого и дойдет. А может и не. Ладно, вот он наш Тарнум. Сэр Мюлих. И в Олеско. Ну, давайте прежде всего сольем армию. У Тарнума, да, ее разместим. Кстати, сам я вспоминаю, что было несколько дней прошло с прошлого прохождения. С прохождения прошлой миссии. И я отмечаю для себя с удовольствием, что сэр Мюлих-то у нас эксперт в дипломатии. Это замечательно. Если честно, подзабыл я уже об этом моменте немножко. Но сейчас сам себе об этом напомнил. Так, ладно, это означает, что мы сможем с высокой степенью вероятности поживиться и не раз какими-то войсками на карте. И это всегда приятно. Хорошо. Тарнуму мы логистику, да, хотели поймать в этой миссии? Логистику и нападение. Ну, будем к этому стремиться. Ладно. Погнали. Нам определенно нужно выйти из этого закутка. Разведчик возвращается со следующей информацией. Мы обнаружили город, расположенный к югу от этих мест. Туннели перекручиваются, сплетаются между собой. Но все же есть пути, по которым можно пройти туда. И ничто, и никто не закрывает их. Если же вы пойдете на восток, то обнаружите серные дюны и хижину провидца. Интересно, что для того, чтобы встретиться с лодочником, вам прежде надо посетить хижину мудреца. Выкиваете в ответ и направляете свою лошадь вперед. Вот она первая подсказка. Как нам следует действовать, да? Так, то есть, насколько я понимаю... Ага, вот так тут проход организован. Ну-ка, подвинься тогда, сэр. Мне нужно ехать в городу. А вот они, серные дюны, про которые нам писали. И тут где-то хижина провидца еще будет. Но этим Валеско займется. Есть у нас и для этого капитан. Я же начну свой путь с путешествия к городу. Тут мне бы, конечно, арбалетчиков улучшить очень хотелось. Но у меня пока нет никаких ресурсов. Поэтому единственное, что смогу подкупить здесь пикищиков. Ну ладно, разберемся. Это, в общем, все не так, чтобы очень важная и нужная история пока что. Первый ход сделали. Дальше будет видно. Так, секундочку. Проход. Проход-то тут блочится. Нужно сходу же прибавлять во внимательности. Так. Ну, баллисту можно оставить. Тарному, поскольку Валеско с ней все равно не умеет обращаться. А Валеско у нас разведчица. Тоже я себе напоминаю, да? На продвинутом уровне уже. Это неплохо. Очень и очень неплохо. Лучники. Где хижина. Ну, видимо, надо пройти дальше. Будет видно. Так, не будем терять единичку. И так войск нет. Еще было нам сейчас терять войска. Бой, как вы понимаете, в общем-то, никаких опасностей или сложностей для нас не таит. Стандартный бой. Начало очередной миссии. Вы знаете, как я их люблю. Ну, туда деваться. Такие бои тоже нужно проводить. Отлично. Скелетиков разобрали. Армию возвращаем. И Валеско, соответственно, уже поедет дальше. Заберет рудник. Ну, и поищет того самого мудреца, в хижину которого нам нужно прийти. Так, отлично. Этот сундук оставим, пожалуй, что мюлиху. Немножко дерева. Немножко руды. Можем сразу отстроиться. Я видел, что могу забрать рудник или взять кучку. Но вот сознательно я кучку взял, чтобы сразу иметь возможность поставить... Арбалетов можно поставить, да? А можно поставить муниципалитет. Хороший вопрос. Нет, давайте все-таки я начну с башни арбалетчиков. Подкуплю какие-то войска и сразу же Тарнума... Отправлю в дальнейший поход. Ну, а мюлих тут останется на хозяйстве. Или в Олеско. А мюлих пойдет по другому направлению. Ладно, посмотрим. Это тоже момент, с которым мы разберемся. Фиолетовый здесь начинает активничать. Давали мне разные советы по его возможному сдерживанию. Говорили, что можно заблочить его. Видимо, вот в этих гарнизонах, да, имели в виду? Так, могила павшего воина. Опа! А вот он и провидец. Примечательно. Ну-ка, давайте-ка могилку чекнем. Перчатки всадника. Слушайте, 300 очков передвижения добавляют. Здесь они еще не подверглись фиксу. Мне бы их, конечно, вытащить. Так. Тогда что я делаю? Вот сюда в Олеско, да, дотащит. Немножко мне не хватает. Ну ладно. Немножко мне не хватит. Да, очков передвижения. Придется перехватываться мюлихом. Так, можно... А, хижину. Хижину. Таверна у меня есть или нет? Таверна у меня есть, кстати говоря. А почему Кадберт четвертого уровня? Андал первого, а Кадберт четвертого. Любопытно. Но Андал я не буду брать. Как-то я договорился сам с собой, что буду опираться в этом прохождении. По крайней мере, стараться именно на героев из замка. Буду брать пиратов и навигаторов только в случае, если нужен герой, а замковых персонажей нет. А дерево мне нужно. Да, на улучшение башни арбалетчиков. Сторожевой пост можно улучшить. Ну, не знаю, насколько это нужно. Опять-таки, можно казарму поставить. Давайте казарму я поставлю. Как-то вот так скуплюсь. Смотрите, еще и практически по полной программе удалось скупиться. Так, ну и Тармума можно уже, в принципе, отправлять, я не знаю, на юг, наверное, тоннель уходит. Давайте начнем с осмотра. Ну, как-то пойдем по контуру карты. И уже будем от этого отталкиваться, да, в дальнейшем. Посмотрим, куда нас там выведет дорожка. А второго нашего героя, полагаю, что это будет мюлих, отправим, ну, вот сюда, да, в центр. Когда здесь подкопится армия и так далее. Тармум, ну, будет воевать вот таким войском. Сундучки оставлю тоже на мюлиха, чтобы у него была возможность подкачаться. Так, а вот, кстати, и лесопилка. Не поторопился ли я тогда увезти арбалетчику? Слушайте, не, ну, арбалетчиков нужно улучшать. Это определенно. Давайте не будем тогда спешить уж совсем. Забираем арбалетов. Вообще можно Тармуму тогда и разогнать. Как-то так. Что еще интересного мы видим? Да, обозреть окрестности никогда не помешает. Ну, ничего особенно интересного. Прямо, чтобы глаз цеплялся. Кроме тех моментов, на которые я обратил ваше внимание. Отметить не могу. Рудник золотоносный. Ну, бастион грифонов. Башня арбалетчиков. В общем, ничего такого. Так, зеленый игрок. Наш противник. Они с фиолетовым рядом, да, похоже. Он где-то вот тут вот бегал, если я не ошибаюсь. Мои советники уже переехали в новый замок, чтобы все там подготовить к моему прибытию. Они послали разведчиков, чтобы те осмотрели прилегающие области. И очень скоро надо ожидать вести этих. Однако в течение последних нескольких недель я был весьма непредусмотрительным. Безумием было пытаться найти путь в обход этих туннелей. И я уже могу вполне ясно предсказать, что те недели, что впереди, будут очень тяжелы. Тем не менее, связь с королевой Элисом в скором времени будет восстановлена. Ну все, тогда-то мы и заживем, да. Связь с Элисом восстановим. И, в общем, дела пойдут на лад. Сразу же. Так, перчаточки. Есть. Куда, мюлюх? Отлично. Он вытаскивает. Прям вот лучше и не придумаешь. Так, катберцы. Мне бы денег единственное, да? Вот, наверное, вот этот пункт надо взять на деньги. И надеяться, что... Так. А, у меня нет руды теперь. Угу. Могу себя с этим поздравить. Причем, руды нет. И на следующий день не будет. Вот незадача-то. Незадача. Есть рынок, но, в общем, трейдить не на что, да? На следующий день можно будет натрейдить на серу, например. Хотя можно сейчас... Точнее, на ртуть, да? Хотя можно сейчас на серу тоже потрейдиться. Думаю, что да. Чтобы уж как-то закрыть этот вопрос сразу же. И больше здесь на месте не топтаться. Как-то так. Да, правильно, да. Всего хватает. Но улучшение. Хватает. Еще и немножко остается, чтобы докупить пикельщиков. Ну, отлично. Отлично. Все. Наши стартовые все вот эти мероприятия на этом будут закончены. И Тарном отправится в свое путешествие. Смотрите, как срослась цепь, да? Прямо. Ну, вы у всех просто стратились в ноль. Вот это я понимаю. Вот это профессионал. Да, ну, конечно. То, что так вот прям все четко и ровно. Ну, это случайность, естественно. Все-таки здесь нет счетчика очков передвижения. Посчитать-то я это не мог. Но на глаз, конечно, я так и прикидывал, что так и должно получаться. Рад, что сильно не ошибся в этом отношении. Так, ну что же, ладно. Итого, я убегаю. Тут вы, ребятки, занимайтесь своими делами. Кого грифонов отстроите. Ну и скоро будет популяция. Башню заберут. В общем, с войсками как-то без войск вообще не останутся. Вряд ли кто-то прибежит нас атаковать прямо сразу. Так, еще серная шахта. Ну, мне как-то она не слишком нужна. Деньги. Тоже не буду я на этом останавливаться. Есть звездная ось, что замечательно. Есть траж прохода. И покинутый дворец, где можно нанимать дьявола. Что ж, любопытно. Да, вот он зеленый, мимо гарнизонов носится. Ну, я так понимаю, они с Фиолетовым должны биться. Когда встретятся, да? Три героя у Фиолетова. Ну, пока он активно чистит свой респ от ресурсов, которые там лежат. Наш король не любит молокососов. Чтобы пройти на его землю, вам нужно достигнуть уровня 10. Вот так вот, Тару. Молокосос, ты понял? Хоть по совместительству и бессмертный герой, но вот. Местный король не терпит таких, как ты. Так. Ну что, лутану. Давайте лутанем, да? Кулон абсолютной памяти. Вот как бы я играл, если бы у меня не было кулона абсолютной памяти и неистащимой телеги древесины. Телега победы, друзья мои, найдена. Пятый день игры. То есть, теперь, в принципе, между мной и Триумфом на этой карте ничего не стоит. Телега победы, да? Значит, так. Хорошо, хорошо. Теперь, что я сделаю здесь? Здесь я в Олесской занимаю сразу же башню арбалетов. Выкуплю завтра, чтобы они сейчас ей не уменьшили количество очков передвижения, которые прирастут, да? Мюлях, пожалуй, сейчас сделает вот сюда разведку, а Кадберт поедет вниз, соберет то, что Тарном оставил. Да, вот этот сундук, пожалуй, пойдет на деньги. Они нам пригодятся определенно. Ну, и здесь все бы хорошо, но у меня нет ресурсов на обстройку. В частности, пять руды нужно на Грифонов. Ну, на следующий день можно будет на серу заменять. Да, пока же поставим муниципалитет, тоже это будет не лишним. Так, неплохо, неплохо. Ну что, сэр, показывайте, как вы умеете качаться. Так, тактика. Тактика вообще классная. Тактику я беру. Мне указали, кстати, на то, что я не прокачал магию земли своим героем, да? Не в Олеске, не Тарном. В хижине ведьмы была доступна такая опция. И указали справедливо на это. Действительно мог я это сделать, и нужно было это сделать. Старый человек сидит на обочине и просит монетку. Вы смотрите на него и понимаете, что не все авантюристы избегают врат преисподней. Его броня проржавела, а сабля сломана возле самой рукояти. Очевидно, что сама смерть уже приблизилась к нему. Не ходите бесцельно по этим туннелям, благоразумно говорит он. Твари могут вырваться из-за любого поворота, из-за любой скалы. Убедитесь, что вы хорошо защищены, иначе же кончите, как я. Вы приказываете своим людям взять этого несчастного старого дурака и отнести на поверхность, чтобы перед смертью он еще раз успел насладиться видом неба. Ничего себе каким-то сентиментальным сталтарным, да? Раньше мы этого не замечали. Так, а здесь все, я мюляхом уже добежал куда мог. Гарпии. Нужно пробиваться. И ходячие мертвецы. Ну, для этого нужна армия, видимо, уже ждем начала следующей недели с популяцией. Нагрянем, да? Сейчас как раз мюлях побежит в город. Ну, недельку, недельку. Денек здесь постоит. Без цели. Так, книжку я ему купил. Правильно же, да. Эх, скорость у неулучшенных грифонов 8. Ну, их, конечно, просто бомбический герой. Вот он, он зеленый. Не понял, о чем мы не деремся. Что это у вас за встреча произошла? Ну, как-то вы остались холодны и равнодушны друг к другу. Спинт. Почему-то не накинулся на этих товарищей. Друзья и товарищи, непорядок. Так, ладно. Идем дальше. Опа. Опа. Чайник. Шлем божественного просветления. Охраняется, кем бы вы думали, чертями. В количестве 50-99 штук. То есть это вот эти, да, части альянса, которые не будут здесь переноситься в следующий сценарий. Угу. Орда чертей танцует возле расположенной перед вами пещеры. Когда вы подходите ближе, один из них оборачивается и кричит. Эй, ты, ты не можешь иметь это. Ты бледный, выжатый кусок плоти. Мы оторвем твои конечности одну за другой. Ничего себе. Какие грозные ребята. Мы, правда, отъехали туда, не причинив мне никакого вреда. Но это ладно. Да, красивые статы. Но знаете, друзья мои, я вам так скажу. То, что я не могу, ну, мне не будут переходить эти артефакты из миссии в миссию, я даже рад. Ну, потому что и так, прошлая кампания была очень простой. Если же мне вот, да, начинать я буду следующую миссию с бустом в 24 характеристики. Да, плюс 6 ко всем. Но это как-то совсем не серьезно. Вы даже и представить себе не можете, что этот пожилой рыцарь делает здесь. Но так или иначе, похоже, что когда он и не собирается... Но так или иначе, похоже, что он и не собирается в скором времени покидать эти места. Когда вы присаживаетесь, чтобы поговорить, он незамедлительно объясняет. 50 этих тварей, их несложно вновь найти в этой местности, но мне самому не хочется. Да вы знаете, все эти опасные, затаившиеся в темноте твари, я уже такой старый. Мне нужна защита от них, подобно крысам, грызущих в туннеле демонов. Если вы исполните эту грязную работу для меня, я дам вам очень полезный артефакт. Так, артефакт он мне даст, а я до хижины мага-то не дошел здесь, до хижины провидца. Я схватил перчатки и ломанулся же обратно. Ага, ошибочка вышла. Так, стоп. Валезка нанимает арбалетчиков. Так, ладно, погнали тогда. Исправим это недоразумение. Правильно же, я же не дошел туда. Да, это провидец Энгл, куда я сейчас зашел, и страж проходит на 10 уровень. Так был рад обнаружить перчатки всадника, что... Хе-хе-хе. Промахнулся мимо хижины мага, которую мне обязательно рекомендовали посетить. Так, ну-ка, отбор-то я не знаю, даже я его не буду качать, тут ему ничего продвигать, а на что он перейдет дальше? А меня Валезка и сэр Мюлек устраивают больше в этой роли. Так, замечательно. Что я могу делать у себя в родном городе? Могу конюшни поставить? Наверное, нет, мне нужно будет скупить войска и отправить уже Мюлека, да, пробиваться куда-то дальше. Так, у меня есть серная же, да, шахта. Поэтому можно смело вот так вот сделать и поставить Грифонов. Вообще-то бы и цитадель построить на следующий день, но руды прям вот не хватает. Ладно, может где-нибудь мне кучка попадется. Ну и есть ощущение, что зеленый с фиолетовым как-то ненамеренно биться друг с другом, хотя, по идее, должны. Да, вот этот туннель идет по самой кромке. Вот она, руда, но я до нее чуть-чуть не успеваю. А цитадель нужна? Ну, нужна, определенно, определенно нужна, что поделать. Так, вот, нормально будет. Побольше будет прирост. Такой вариант меня вполне устраивает. Надо будет золотой рудник отбить прежде всего. Ну что, Валеска, смотрим. Пожалуй, я могу расстаться с оковами войны, но вы должны компенсировать это. Вы должны отдать мне 5873 золотых. Принесите мне деньги, и я отдам вам оковы. Вы знаете, что они необходимы вам для того, чтобы найти лодочник. Ага. Оковы необходимы. Ну, будем знать, что за такую не очень большую сумму мне их здесь отдадут. Будем иметь в виду, пока у меня все равно этих денег нет. А те, что есть, я буду использовать несколько по-другому. Да, прежде чем менять ресурсы, да, нужно было взять тот костерок. Может быть, тут бы была руда, и не пришлось бы тогда делать эти тренинги. Ну, руды здесь не оказалось. То есть, по факту-то я оказался прав, но это было, скажем так, совсем необязательным моментом. Так. Еще оранжевый бежит. Снизу откуда-то здесь бы ты промелькнул, да? При бывшем сегодня сообщении содержится весьма полезная информация. Эти туннели – сущий кошмар для того, чтобы удерживать их. Есть три основных пути, и все они сходятся на нашем замке. Так что можно ожидать нападения неприятеля с любой стороны. Нам необходимо очистить прилегающую территорию. И навсегда запомнить, неприятель весьма и весьма близко. Он многочисленен, и в любую минуту может атаковать из этих пещер. Будьте осторожны. Я желаю, чтобы у меня было три армии вместо одной. Как я могу проводить наступление, когда со спины мне будут угрожать нападения? Это нам союзники, где вот этот вот написал? Так, здесь я полагаю, руду я все-таки сам возьму. У меня какая-то прям нехватка по ней серьезная. Еще руда. Есть дерево. Давайте сразу посетим. Не факт, что я сюда добегу еще, да? Может быть бесплатно она меня научит. Уму, разуму и всему остальному. Просто если бесплатно этого дерева не сделает, тогда я, пожалуй, воздержусь. От того, чтобы повышать в нем уровень. Так, мюлях, давай смотреть, чем мы с тобой располагаем. Располагаем в итоге, ну, я думаю, что на самом-то деле вот этих войск мне будет более чем достаточно, да, которых я могу купить. Так, грифон, да пусть будет один, наверное. Как-то так. Даже вот так. Даже могу еще грифонов докупить. Балеска стоит, ждет. Лучников купит на следующий ход. Ну, просто мне, мюляхам, здесь важно уже именно сегодня выдвинуться, чтобы не терять времени много. Будем захватывать вот эти пару рудников. В общем, я думаю, что после этого как-то вообще дела пойдут на лад. По части маны у сэра вообще все обстоит не идеальным образом. Мягко скажем. Ну, чем богаты? Очень мне нравится, как формальные враги фиолетовый и зеленый бегают мимо друг другу. Такие непроявления принципов, признаков агрессии. Так, позвольте обучить вас, да, в общем, бесплатно. Ну, позволяю. Так, Тарнум, я вот прям внушение тебе делаю. Соберись. Нам нужна... Что нам нужно? Нам нужна логистика, нам нужно нападение. Вот давай как-то на этом мы сосредоточимся и уже будем от этого танцевать. Так, здесь деньги беру. Докачаться я и так докачаюсь. Арбалеты. Напасть? Ну, почему нет? Мимо бегу. Давайте нападем. Могли бы, кстати, и присоединиться. Так. Ученого. Ученого тоже лутону обязательно. Слушайте, друзья мои, а я же забыл, что я играю в ту версию, где нельзя отказываться, да, от того, что учат ученых. Ай. Вот это да. Слушайте, но я загружусь. Я не могу на это пойти. Ну, правда. Ну, какая базовая навигация? Нет, я изменю своим принцем. Принципом в данном случае. Ну, нет, ну, навигация это. Правда, у меня реально вылетело из головы, что... Ой, что здесь так делают? Так, ладно. Благо, есть автосейв. Всегда он нас может выручить. Слушайте, ну, это, конечно, просто жара. Навигация, Карл. Чему выучить еще? Да, в туннелях. Преисподней Тарнома. Навигации. Ну, полезный навык, согласен. Так, все, ладно, я собрался. Я больше не допущу таких ошибок. Так, на шахту не буду тратить время. Бежим дальше. Да, забавная, конечно, история навигации. Слушайте, ну, правда, у меня прямо с головы вылетело, как, ну, то, что, да, здесь, в ходе же, да, в нынешней версии, ты, что в хижине ведьме, что в ученом можешь отказаться от навыков, которому тебя обучают. Так, ладно, все, вернулись к игре, забыли, это досадное недоразумение. Так, здесь как-то вот так выстроимся. Погнали. Ну, тут можно всеми сразу в деф уйти. О как. О как. И долетает, да, и та, и другая. Ну, ладно. Ну, по идее, по идее-то он не должен убивать меня Грифона. Да, все нормально, без потерь мы заканчиваем этот бой. Так, шестой уровень и мудрость предлагают мюлиху. Ну, я, наверное, возьму. Тут магия, это, по идее, да, у нас против нас города Инферно, где строить магию есть. Поэтому мудрость нашим вспомогательным героям может определенно пригодиться. Так, эту кучку дерева оставлю напоследок. Здесь Валеска добирает арбалетчиков и везет их на улучшение. Кстати говоря, у нас же есть какой-нибудь тут местный наш герой. Ну, вот она, навигация преследует нас. Смотреть, обратите внимание, все рыцари, которые к нам приходят четвертого уровня. Вот, приходит Сильвия, тоже четвертого уровня. Нанимать, не нанимать? Ну, по идее, куда мне столько героев? Хотя есть, да, там, туннели, куда можно отправить. Давайте Сильвию еще наймем, а дальше уже как-то, наверное, на количестве героев. Так, вот на этом и остановимся. Продолжать найм не будем. Так, здесь еще сейчас арбалетов подвезем, мюльюху. В общем-то, неплохо. Можно еще и пару грифонов прикупить сразу же. Ну и Кадберт здесь тоже помогает нам делать разведку. Кстати, вот еще деньги. Вот еще деньги. Да, грифонов сейчас я стек, пожалуй, куплю. Так, а что мне не хватает? А что мне здесь не хватает? Денег. Деньги будут на следующий день. Сейчас пока ставим конюшни. На следующий день как раз будет 3000. Поставлю монах. И, в принципе, на этом отстройка войск закончится, да, что касается просто отстройки без улучшений. Фиолетовый уже тут рядом с нами. Орлах бегает. Ну, такой орлах не должен пробивать вот этих ходячих мертвецов, я полагаю. Так, здесь скелеты войны блочат, проход, но это, в общем-то, не проблема, как вы понимаете. Так. Наверное, надо сначала вниз вот так идти, чтобы посмотреть, что в углу. Ну, просто вот такое ответвление. Я что-то не уверен, что здесь ничего не будет. Не спроста, скорее всего, вот это вот за куток оставили. Можете называть это интуицией, да, вот она мне подсказывает. Так, здесь сразу ставим монастырь или монастырь на следующий день? Нет, давайте монастырь на следующий день пока скупим грифонов и отправим еще одного героя в путешествие. Да, Мюллих тоже пойдет добывать себе славное имя. Ну, и Сильвия может отправиться вот сюда вниз, в этот отнорок, посмотреть, чтобы кто там, что там сделать, разведку элементарную, чтобы на нас не нагрянули внезапно. Так, ну что, давайте еще шахту забирать. Вот он в действии, наш дипломат. Ну, почему бы и нет, 31 гарпия, плохо что ли? Давайте возьмем. Не зря же мы дипломатию прокачали. Когда вы подходите к золотой шахте, то увидите, что все вокруг этого места заполнено костями. Слишком поздно вы понимаете, что попались в ту же самую ловушку, что и иные герои прежде вас. Твари прыгают на вас из укрытий в скалах. Ну, посмотрим, что за... Ооо, 8 тварей аж прыгает на меня. Ну, если бы сюда бежал вспомогательный герой на единичке, хотя как он сюда мог бежать, да, здесь надо было сначала гарпий пробить. Ну, в общем, не очень понятная засада. Кого она могла тут остановить? Кого бы она могла здесь остановить? Так. Куда мне двигаться дальше? Ну, наверное, пока отобью вот этот, вот этот нанимальный грифонов, да? Там будет видно. Монахи. Ну, и просто таких здесь не найму, как вы понимаете. Здесь придется подраться за право обладания. Союзник, по крайней мере, чем мне помогает, он делает разведку. Пока проблемы в нем не вижу, но не исключено, что скоро она появится. Так, хижина провидца. Смотрим. Ага. Многие годы назад я спустился сюда в подземелье, чтобы найти различия между ангелами и демонами. Но демоны продолжают убегать из клеток. Ловкие твари. Я бы хотел заполучить в свое распоряжение кандалы войны. Я знаю, как вам нужно увидеться с перевозчиком. А он мой хороший друг. Я думаю, что для того, чтобы увидеть его, вам понадобится архангел. И вы получите архангела взамен на оковы войны. Итак, по рукам. Ага, а вот красный ключник. То есть мне надо... Ох ты, елки-палки. Мне надо, в общем, мюлиха брать, везти вот сюда, смотреть, что здесь... Нужен ли здесь Тарному, чтобы пройти, да, вот через этого стража. Едким смрад исходит из-за поворота туннеля. Вы осторожно обходите этот угол, ожидая увидеть давно лишенный жизни труп. И действительно, видите трупы. Но они движутся. Зомби! Так, ну... Давайте тут чуть-чуть сэкономим время. Так, здесь пройти я не могу. Фиолетовый меня заблочил, то, о чем мне писали. Но могу чуть-чуть качнуть сырую улиху. Силу магии, да? А сам пойду, пожалуй, вот в это вот ответвление пока. Так, валеску вставим вот сюда. А ее, в отличие от Тарного, я смогу разбивать. Единственное что... А разбивки-то у меня где? Ну, какие-нибудь псы, да? Ближе не вижу. Есть троглодиты. А может, кстати, сразу же и купить. Чтобы у меня были эти отковы. И отдать мюлиху там уже. Ладно, сейчас я подумаю, как это лучше сделать. В принципе, по деньгам-то... У меня тут все плюс-минус налаживается. Катберт. Собирает исправно. Так, ну и Сильвия. Отправляется исследовать туннель. Еще деньги. Похожий на крысу человек говорит вам. Посетите зал греха, который расположен к югу отсюда. Позже отблагодарите меня. Вам понадобится посещать это место каждую неделю до тех пор, пока вы не наберете достаточно гог, чтобы отплатить ведьме. Вот он, нанимальный, да? Гогов. Давайте-ка я его помечу. Интересно, в этой версии... Хоты уже накапливаются в нанимальниках существа или нет? Вопрос, да? Капитолий пока строить не могу. Должен ставить замок. С удовольствием это делаю. Замок поставлю еще монастырь. В общем-то, город мы отстроим на этом. Так, ну что, зеленый пойдет в атаку, нет? Вот что мы предлагаем, говорит копейщик, моим советникам. Нанимайте столько героев, сколько вы способны нанять, для того, чтобы они патрулировали тоннели. Несомненно, что неприятельские армии поползут через эти пещеры, подобно скопищам тараканов. И тактика у них жучина, не сомневайтесь. Найдут, как подкопаться под вас. Так, о чем мне дорогу так и блочит, да? Прикольно. Да. Главное, Игнат, да, вот такой классный, с одним гогом стоит. Понимаю, что поделать. Так, ладно. Не будем расстраиваться раньше времени. Здесь монастырь встал. Ну, сразу и монахов купить. Пусть патрулируют город, нам охраняют, да? Что делать мюлихам, непонятно. Ну, давайте тарманом двинем, что ли, здесь наверх. Да, вот большой вопрос, зачем был, в принципе, нужен нам такой союзник, да, которого нам здесь подкинули. Такой фиолетовый, который блочит нам дороги, ну и так далее. Так, Катберт еще денежку находит и бежит в другую сторону. Замечательно. Валеска. Ну, я просто сначала хочу, я почему не покупаю оковы войны, хочу поставить муниципалитет, да, чтобы по деньгам у нас не было проблем. Хижины ведьмы. Ну, как-то кидаться просто в эту хижину сэром мюлихом неохота. Ну, что, давайте вот сюда куда-то встанем, в надежде, что Игнат сейчас отойдет, пропустит нас. Зеленый. Ну-ка, забираю фиолетовый замок, что-то он зажился на этом свете. Оранжевый. Так. О, Игнат ушел. Да вы посмотрите, это же просто праздник жизни какой-то. Игнат куда-то отправился. Опа, а мы нашли Энкиндель. Город оранжевого. Пустой, ну, как всегда, в лучших традициях, да, жанра. Что мы делаем здесь? Первым делом мы ставим культ огня. Это первое. И теперь, кстати, нам нужно, знаете что еще? Нам нужно бы отстраивать в нем магию. У Тарному как-никак продвинутая мудрость, продвинутая земля. Какой-нибудь городской портал, ох, как бы мне зашел замечательно. Так, здесь. Здесь могу с Эром Мюллихом побежать в направлении красной палатки. Мерзкая зеленая слизь падает словно бы из ниоткуда и прилипает к вашей броне. Вскоре то же происходит и с вашими людьми. Затем появляется толпа бесов, они насмехаются и продолжают метать эту липкую гадость со своих носов. Разъярившись, вы бросаетесь в атаку. Опять супер засада, такая неожиданная, да? И грозная. Так, отлично, муниципалитет поставил. На следующий день смогу уже все отстроить, да? То, что мне нужно. И здесь погнали. Надо было Тарномом все-таки, наверное, руднички-то собирать. Ну, просто в силу того, что... Просто в силу того, что мне нужно магию отстраивать. Так, здесь у нас есть ловень с вот такой эвуацией. Ну, давайте ловень суберем. Если что, супостата стрелочкой сможет зарядить. Нам просто нужно немножко разведки вот сюда в бок. Так, здесь вроде враг не просматривается. Ну, и Тарномом здесь сидеть. Хотя можно и посидеть, кстати. Давайте ману восполнить у нас так-то 13 знаний, да? Поэтому давайте денек еще здесь побудем. Потусуемся. Так, зеленый, давай у фиолетового отжимай город. И он через 7 дней благополучно отправится в лучший мир. Но если, конечно, он не отберет замок у кого-то еще. Земли перед вами заполнены костями павших. Ваши люди сомневаются и не хотят продвигаться дальше. Даже вы чувствуете, что что-то не так с этим местом. Но вы не собираетесь позволить, чтобы что-то запугало вас. Вам нелегко убедить своих солдат не останавливаться. Напомню, что они не дети, а солдаты. Вы заставляете их идти вперед. Они проклинают эти земли, принесшие темные облака в их мысли. А их мораль падает. Очень трогательная история. Сейчас, кстати, у нас сэр Мюлев будет проходить боевое крещение с демонами. Так, какого войны? Замечательно. Есть. Это сделали. Приобрели. Можно, кстати, дерево посетить бесплатно. Обучающее. Может, Хадбер прокачает. Поместье по максимуму. Так, а вот и Айден. Видимо, это основная армия, которая... Да, вот он. Вот он и нашелся. Дружочек. Так, хорошо, хорошо. Внешний рынок. Ну что, пойти хлопнуть оранжевый или что? Что делать-то? Тармам. Или сделать пока... Ага, тут у нас просто... Лицопилка, да? Ну, давайте где-то здесь останемся. Сейчас посмотрим, что будет делать Айден. И уже на основании этого примем решение. Энкиндель тоже на 2000. Хорошо. Так, я не понял. Зеленый не забрал город у Фиолетового, что ли? Семен Семенович. Все проходило довольно неплохо. До тех пор, пока один из старожилов не начал говорить. Встреча с Грифоном. Он говорил о храбрости сердца Грифона. Он говорил о храбрости сердца Грифона. О том, как встретились две огромные армии. И как он вызвал короля варваров на единоборство. Для того, чтобы предотвратить еще большую резню. Король варваров представлялся непобедимым. Он стоял, и от него исходила слепящая, кажущаяся неугасимая ярость. Но сердце Грифона использовал против слепой ярости свои ученые навыки и поразил тупого дикаря. Именно такие слова им были произнесены. Старый солдат продолжил свое повествование. Рассказал, что армия варваров дрогнула, ведь они-то думали, что их король непобедим. Но стоило ему видеть, как он падает, и всякая надежда тут же покинула их. Я прикусил язык, чтобы сдержать те слова, которые рвались. Слова в свое оправдание. И когда этих слов накопилось слишком много, я не выдержал. Вскочил и зашагал прочь. Одна вещь теперь определена. Точно, этот старый солдат будет зализывать рано в течение долгих месяцев. Это что значит, что он что-то с ним сделает, Таруну? Я что-то не понял. Накажут? Выпарят? Как-то так было написано неопределенно. Дружочек, а ты не мог город-то забрать? Мил человек. Слушайте, а я могу из него забрать войска? Мы же союзники, тут же нет ничего такого. Подумаешь, войска забрать. Ну-ка. Нет, не могу. К сожалению, не могу. А вот культ огня и тоже не могу, да? Ясно. Ясно, понятно. Продолжаем двигаться вперед к славным победам и свершениям. Так, я могу сейчас разбить валеску с оковами. Да, это будет правильно, кстати. Сейчас, конечно, что Крам Кадберт начнет учить поместья продвигать. Он лучше вот ерундой какой-нибудь займется. Так, ну что, магию-то мы будем строить, нет? Что-то я проговорил этот момент и прошел мимо этого. Так, еще я упустил, кстати, что делал Айден. А он ничего не делал, он на месте там так и тусит. Ага, тут еще похоже, да, его подельник. Так, именно так, Аксис, наш старый приятель и знакомец. Адские гончие имеют одно сходство с иными собаками. Они любят копаться в чем попало. Кроме того, они используют вырытые ямы для того, чтобы затаиться, а затем неожиданно атаковать вас. Давайте проведем бой. Зачем-то мне тут сливают копейщиков. Хотя тут вот мораль заходит и все. Никаких сливов. Аксис решил биться до конца, да? Кого прилетело? 5 копейщиков. Еще у него есть, да? Угу. Ну, давайте мы, наверное, гогов ослепим. Здесь всеми вейд. Так. В общем-то, потери больше не ожидается, да? Давайте-ка мы арбалетов подведем на прямую стрелу, и они все и закончат, я так полагаю. Так. Экспертная земля. Вот это неплохо. Вот это я понимаю. Развивается наш герой. Так, 16. Да, копится, смотрите. Гоги копятся, плюс здесь они есть, да? 13. Итого сколько? 29. А мне нужно 50. Отнести для какого-то суперценного, полезного артефакта. Так. Ну, давайте мы сильвию на гогов поставим, и здесь она пусть и тусит. Так. Ну и Луэнс. Забегает в убежище воров. Ну, слушайте, мощь армии королевства у нас самая большая, да? У синего, не знаю, не видел синего, есть ифрииты, да? Пока синего я на карте не встречал. Ну и по характеристикам сами все видите. Ну, Тарнум здесь, конечно, выбивается, прямо скажем, из этого общего ряда. Так, а здесь у нас спайр тоже оранжевая, она нам может нападать слегонца. Так. Что-то мы будем здесь строить. Разве что улучшаться, но ресурсы как-то на это тратить. Давайте монастырь улучшим. Потому что можем, да? Вот так как-то скупимся. Такая замороченная карта. Нам нужно бегать по этим туннелям. Сюда принеси одно, туда другое. Так, спинт. Ну все, пришел твой страшный сон. Трепещи. Сэр Мюллих выходит на тропу войны. Ну что-то как-то у них дружба-то не получилось, да? Видимо, он сейчас в нас бахнет чем-нибудь и убежит. Так. Я же тоже могу чем-нибудь бахнуть. Сколько? 40. Просто убежит. Чего-то от стрелочки не было. Мне необходим этот артефакт. Идеяние равновесия. А может быть загогов как раз мне дают вот это вот идеяние. Не исключено. Прямо скажем, не исключено. Так, Пайер еще тут. Ну давайте Айдена прихлопнем, чтобы он просто мне не отсвечивал здесь, да? Не стоял. Не, ну это как-то вообще несерьезно, ну что это такое? Айден, веди себя прилично. Попал в приличное общество, веди себя прилично. Так, ну давайте здесь что ли что? Ну так же кинем ослепление, к чему бы и нет. Так, здесь шестая скорость, здесь пятая. Можем не пробить. Смотрите-ка, есть такие риски. Поэтому стрелочкой бахаем и по той же схеме, хотя можно да и не подходить, да? Там всего пять гогов, они и так умирают. Так, ну отлично, здесь. О как! Так, слушайте, ну мне на самом деле вот сюда-то не с руки уже бежать будет. Вот к этой атаке. Что-то я сомневаюсь, что я Тарному буду ее вообще добирать. Что я буду прям с фанатизмом бегать по всей карте, чтобы все-все-все объять необъятное, да? Забрать все характеристики. Есть у меня на этот счет определенные сомнения. Ну, хотя зарекаться не стану, честно вам сказать. Так, здесь, слушайте, денег у нас сейчас будет. Хотя паер сейчас ловенница, видимо, накроет. Не, убежала наверх куда-то. Струкнула. О как! Мне удалось ненадолго установить связь с поверхностью, и первое послание от королевы Эллисон это больше, чем просто письмо. Дорожайший Тарном, я бесконечно благодарна вам за то, что вы продолжаете искать душу моего отца. Он был действительно хорошим, доблестным человеком, и смерть он принял с честью. Зная, что вам там должно быть очень тяжело, я организовала сбор средств, и вот посылаю выручку вам. Пожалуйста, найдите моего отца как можно скорее. Ее фамильярность поразила меня. Однако ж, надо сказать, что и я уже чувствую некоторую привязанность к этой отважной молодой женщине. Знаем мы, что ты к ней чувствуешь. Привязанность. Так, что у нас хорошего в третьем уровне? Ничего хорошего особенно-то и нету. Да, фиолетовый прям реально чуть-то раздражает вот этими блоками туннелей, проходов. Тут еще так много мест, которые можно заблочить подобным образом, что, конечно, это слегонца бесит. Скажу так мягко. Так, сейчас мы его зато не пустим. В город. Опа! Хотел прийти, а тут Валеска заняла место. Книга у нее тоже есть. Хорошо. Так. Корт на холме. Давайте тоже посмотрим, какой там страж прохода его блочит. Ну и зеленый, видимо, здесь в углу, что ли, живет. Отсюда он вроде как выбегает. Можно пойти замок отжать, чтобы меньше бегали. Просто он с фиолетовым и так-то не сильно дерется, так что. На что-то здесь рассчитывать. Оранжевый все. Пал смертью. Не знаю, вряд ли храбрых. Трех дьяволов, тогда мы вас пропустим. Да мне как бы не очень это интересно, скажу вам честно. Обойдусь я и без этих трех дьяволов. Ну что, да, наверное, у зеленого давайте отожмем город. Так, здесь Валеска. Да, слабовато, слабовато по части магии. Инферно и контур-удар. Не предел мечтаний, это мягко говоря еще, да? Так, ну ладно. Книга начинает заполняться потихоньку. Молния появилась, что радует. Так, а я не забежал в наш стартовый город, и у меня нет благословения, да? Угу. Ну и пятый уровень пока строить смысла нету. Хотя нам еще качаться и качаться, а я что-то здесь опыта особенного на карте не вижу. То есть где мне, с кем мне биться, чтобы здесь повышать уровень? Не очень ясно. Вообще не очень понятно, что делать. Мне нужно накопить ГОГов. Да, тогда я здесь получу, видимо, ну какой-то артефакт. Можно предположить, что накидку, вот это равновесие, потом только с ней вот сюда. Так, ладно. Ладно. Давайте Тарному прогоним по повышалкам, раз все равно делать нечего. Так, ну и тебя куда мы загоним? Тебя мы загоним... Где я ведел? Хижину ведьмы, да? Ага, здесь проход закрыт пока. Тарному может что и проход. Или можно Лойнисом сверху, да, подсветить. О, смотрите-ка, мы не успели даже тут задуматься на тему забрать рудник, а уже, пожалуйста, фиолетовый отхватил. Так, кадр пусть стоит. Не очень я понимаю, где он нам пригодится. Да, фиолетовый определенно ведет себя крайне неприлично. Так, давайте-ка мы вот эту шахту заберем, а то что-то у нас по кристаллам все просело. Они нам нужны, да, нам еще магию строить в замке у зеленого, в еще одной. Денег много, можно будет установить, где они есть-то, врата замка, если заберем тот город. Как-то так, думаю, будем действовать. О, еще одна хижина. Шлем Паусс, слушай, а я же видел, да, шлем Паусс? И убежал уже оттуда. 2049, но вернуться, наверное, не поздно, хотя 2049. Сейчас мы нашу барышню прокачаем. Вот этих вот не берем как раз с собой. Хватит же такой армии, чтобы там победить. 2049. Да еще пятый спел у нас. Так, а... А Куватарному не отдал, да что ж такое-то? Что же такое? Надо как-то собраться. Можно, кстати говоря, и здесь бы магию было бы строить, да, но у нас как-то нет под это дело финансов. Не хватает. Ладно, поглядим. Пока нет ощущения, что карта будет пройдена в ближайшие 3 минуты. Фиолетовый шлет вам дар, кристаллы. И будет рад золоту, ну мало ли от чего-то больше рад. Так, Валейский я войска не буду отдавать, пусть справляется тем, что есть. Полагаю, что этого более чем достаточно. Так, здесь мы идем за... Не знаю, чем. Зачем мы идем? Ну, за спеллпауером, видимо. Или за знанием. Не, наверное, за знанием. Силу магии мы поднимем в инфернальных городах. Я думаю, мы прокачаем ее по мере прохождения этой миссии очень и очень неплохо. Так. Принести 50 гук. А сильный у нас вот здесь, да, стоит проход. Проход. Соответственно, вот здесь я открыл... Нет, а, арбалитчики блочит, да? Сейчас будет открыт. Вот здесь где-то мы встретимся. Но везти-то вот сюда. Как неудобно сюда вот эти туннели здесь нарезали. Слушайте, конфигурация карты, мягко говоря, мне не нравится. Такая она прям замороченная. Можно было бы, кстати, пободрее бы здесь с мюлеком бежать. Не красить рудники. А то сейчас мы как раз приедем, а там будет популяция. Ну ладно, пусть справляется. В конце концов, это его зона ответственности. Не даром же он у нас помощник, такой видный, такой классный. Вот он фиолетовый меня и опередил. Ну ладно, мне не то чтобы был нужен этот... Внешний нанимальник, как-то и без него обойдусь без проблем. Так, Валеска в пути, ну и мюлях. Злобный туман так и кружится у вас для ваших ног, словно бы у него есть разум. Холод просачивается сквозь вашу броню, вашу одежду, даже через вашу кожу и промораживает ваши кости. Только порождение зла могли бы с успехом передвигаться в этом тумане. Его действие на людей явно негативное. Мне только интересно, как в преисподней вообще может быть туман. Холодный, да? Ну это же как бы преисподня. Там же как бы должно быть жарко. Ну так. Логично было бы предположить. Черное пламя. Любопытно, а я тут вообще вывезу мюляхун-то. Цитадель отстроена, да? А у меня не сказать, что так прям было очень много войск. Хороший вопрос на самом-то деле. Можно на завтрак купить героя и отправить его с подкреплениями к нюляху. Улучшать кого-то смысла особо нет. У нюляху там не улучшенные, да и эти ребята. Думаю, что так, да. Давайте я сразу всех найму, кто у меня тут есть. Еще одна популяция будет. Докуплю и как-то со всем этим добром двину. Думаю, что так. Так, эти все стоят, да, красавцы. Им, в общем, делать нечего. Спинт. Но с другой стороны, я же могу напасть, попробовать, побиться. Магия, конечно, мне здесь особо не поможет. Если что, я им убегу просто, да и все. Возьму войска и... С новыми силами в бой. Да, давайте попробуем. Что-то здесь сделать. Ну что же, друзья мои, всем огромное спасибо, кто был со мной, смотрел это видео. Оставляйте обратную связь, пишите в комментарии, что понравилось, что можно улучшить. С вами был Антиквар, всем удачи и до встречи. И помните, героями не рождаются, героями становятся. Всем пока.